Ледяной дождь шел почти всю ночь с 18 на 19 января. Утром автомобилисты очищали свои транспортные средства от корок, пешеходы передвигались медленно и аккуратно, а городские службы сразу выехали на улицы, чтобы убрать последствия непогоды. В связи с неприятными погодными условиями на территории нашего региона у нас выпало много осадков в виде ледяного дождя и образовалась очень плотная наледь. В предыдущую ночь делалось механизм посыпок тротуара и обрабатывалось, посыпалось реагентами и песко-соляной смесью. В день, то есть тоже механизированно производится посыпка тротуаров и ручная. Обрабатываются и посыпаются остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Тротуары от Гололеда вручную обрабатывали на улицах Телевизионная, у вокзала Рязань-2, на Малом шоссе, Интернациональный, Молодцово, Станкозаводской. Остановки общественного транспорта посыпали по улицам Грибоедово, Касимовское шоссе, Кольная, Интернациональная, Октябрьское. Тротуары и пешеходные переходы очистили от наледи на улицах Старая Дубрава, Дзержинского, Великаново, Народный бульвар, Крупской, а также в парке Маргелово на улице Свободы и площади Соборной. Механизированная обработка реагентом коснулась улицы Почтовой, парка Павлова, сквера Маргелово и скверов на Соборной и Набережной. Бригады мехуборки чистили снег и наледь по улице Дзержинского в пятницу. Лед очень плотный, свой большой, очень проблематично происходит уборка. Все это обрабатывается и убирается в ручном виде. Чтобы ликвидировать последствия ледяного ливня, бригады, дирекции благоустройства города трудятся круглосуточно. Продолжится работа и в выходные. Помимо очистки города от наледи, службы убирали и так называемый случайный мусор. Сильный ветер в последние несколько дней разносил мусор по улицам. Сотрудники дирекции благоустройства города убирают и это последствия непогоды на различных общественных территориях.